Донецкий национальный медицинский университет в следующем году откроет филиал в Мариуполе. Это позволит большему количеству студентов обучаться в одном из лучших вузов Украины. А в этом учебном году начал работать филиал вуза в Кропивницком, Кировоградской области. С какими трудностями пришлось столкнуться после переезда? Почти 300 студентов в 15 аудиториях. Так проходят занятия филиалей Донецкого медуниверситета в городе Кропивницке Кировоградской области. Учреждение открыли в этом году. Здесь раньше находился юридический институт, харьковский филиал. Потом занимало определенное время органы внутренних дел и полиции. Помимо украинцев здесь учатся около ста иностранцев. Мухаммед Кассеп из Палестины выбирал вуз в интернете. Говорит, уровень Донецкого заведения его удивил. Приехали сюда учиться и видели, как здесь обработают хорошо. Здесь нам комфортно. У меня там родственники все, врачи. Это была моя мечта с детства. Но начало учебного года оказалось под угрозой. Помещение для студентов было, а вот инвентаря нет. Середина августа, а у нас еще ничего нет из мебели. Начинать через 2-3 недели учебный год, а у нас детям фактически негде сидеть. Ну и потом руководство университета обратилось к Ренату Леонидовичу. Штаб Ахметова обеспечил мебелю в кратчайшие сроки. Студенты сами собирали и устанавливали парты. Дали от военных действий. Это большой плюс и для студентов, и для преподавателей. Донецкий медицинский университет в связи с началом военных действий на Донбассе вынужден был переехать. Сейчас он работает в двух городах. Основная часть студентов, около 2000, обучается в Краматорске. Парты здесь также помощь гуманитарного штаба. 21 учебная аудитория были оборудованы мебелью в Кропивницком и в Краматорске. Очень важно, чтобы опыт Донецкого медицинского университета передавался студентам, чтобы учеба молодых врачей не прерывалась. Мы очень благодарны фонду и благодарны Ренату Леонидовичу, потому что очень быстро откликнулись, очень быстро отреагировали. И очень быстро мы получили достаточно большое количество мебели. Богдан Хыжи хорошо помнит обстрелы Краматорска в феврале 2015-го. Это его не испугало. Он даже не думал возвращаться в родные Броды во Львовской области. Говорит, решение учиться в Донецком вузе. Принял еще задолго до начала войны. Приехал сюда, не знал, что тут вообще происходит, какая ситуация. Мне все понравилось. Я был удивлен. Меня приняли очень хорошо. Здоровалось так, что я из Львовской области. После переезда учебный процесс не прерывается. А студенты и преподаватели довольны установленными партами. Погано, что она не стоит на кафедре химии. Конечно, можно быть шпаргалкой. Меньше с тем, очень классно. Даже если ты не вчитываешься в эти слова, ты на них дивишься и их запамятовываешь. Так, крылать латинские высловы. Вот дякую фонду Рената Ахматова. Оксана Корчмай, Евгений Педлесевич, Телеканал Донбасс.